МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Если вы не хотите портить внешний вид своей обуви или доступами, обратитесь за помощью в обувную мастерскую. Здесь вам могут предложить несколько вариантов. Нанести на подошву полиуретан, который уменьшит ее скольжение и провержится достаточно долго, либо углубить протектор. Но этот метод подойдет только для модели обуви с толстой подошвой. Шипы или шурупы? Если автомобилисты меняют летние шины на зимние, шипованные, то почему бы и нам не сделать то же самое с обувью? Металлические детали, гвоздики или шурупы нужно закрепить по всей площади подошвы. Важно, чтобы она была достаточно толстой и плотной. Лучше, если эти манипуляции будет выполнять профессионал. Важно помнить, что этот способ годится лишь для уличной обуви. В помещении шипы могут испортить половое покрытие. Спреи Можно прибегнуть к помощи специального спрея против скольжения обуви. Они часто продаются в обувных магазинах и довольно доступны по цене. Единственный минус – в зависимости от качества их может хватить не более чем на одну-две прогулки по городу. Выбирайте обувь из эластичных и морозоустойчивых основ. Полиуретан, каучук и все виды резины предназначены для температуры до минус 15 градусов. С более сильными морозами справится подошва из термоэластопласта. Выбирайте модели на широкой подошве, которая имеет большую площадь соприкосновения с поверхностью. Глубокий рисунок протектора добавит шансов обойтись в холода без травм. Часто можно услышать советы – натереть подошву половиной сырого картофеля, побрызгать лаком для волос или пройтись по подошве наждачной бумагой. Но все эти методы не только не работают, но могут испортить вашу обувь. Редактор субтитров А.Семкин